В этом году исполняется 20 лет, как компания Mitsubishi Electric, представленного в России. Это достаточно длинный путь, и компания 20 лет назад начинала всего с нескольких сотрудников. Сейчас нашлось 110 человек, и это требует от бизнеса другого уровня, другого подхода, другого офиса. В связи с этим было принято решение руководством о поиске нового офиса, который соответствует всем современным стандартам и по инженерии, и по климату, и по мобилировке. Любая компания, развиваясь, обрастает новыми сотрудниками, обрастает новыми сервисами, услугами, но не всегда это развитие можно вписать в планировку офиса, в планировку здания, бизнес-центра. Поэтому любая компания, развиваясь, упирается в такой этап, когда ей необходимы качественные изменения. Переезд в новое здание, в новый бизнес-центр – это идеальная пора, когда можно максимально учесть все необходимые параметры для эффективного развития компании. Проект этого офиса основывается на максимальном комфорте для бизнеса, комфорте для каждого сотрудника отдельно взятого. Это касается абсолютно всех систем, и сегодня я хочу пригласить вас на экскурсию по новому офису компании Mitsubishi Electric Cruise. Начнем! При планировании рассадки, планировании зонирования офиса, я бы провел параллели с городом. В городе, в котором есть различные зоны, с различной спецификой, абсолютно то же самое в офисе, где-то есть кабинет руководителя. У каждого руководителя есть свое видение зонирования. К примеру, этот кабинет руководителя нового типа, можно сказать. Он открыт для посетителей, он открыт для коллег. Здесь есть отдельная зона для переговоров, и тем самым мы минимизируем количество переговорных комнат в офисе, и всегда руководитель может провести собрание здесь. Во время командировки руководителя, также сотрудники департамента могут пользоваться этим помещением. Это такой некий образец урбанистического офиса, я бы сказал. Также в дальнейшем мы увидим зоны для переговоров, где учтена специфика того, что менеджеры по продажам шумно общаются. Где-то есть бухгалтерия, где необходимо много места под папки, где необходима тишина и зазредоточенность. Где-то логисты, у которых столько же много документов, как бухгалтерия, есть своя специфика. Кроме аналогии города и офиса, есть еще специфики компании. В частности, мы японская компания. У нас есть свои традиции, свои стандарты. Это некая параллель между традицией и современным стилем, где традиция отражает стабильность компании, ее возраст. Современный стиль отражает стремление развиваться, что мы и делаем. Не секрет, что главный актив для компании – это сотрудник. И максимально офис должен удовлетворять потребности каждого сотрудника и соответствовать всем его ожиданиям, потому что настолько, насколько сотруднику будет комфортно, настолько эффективно он будет работать на компанию, настолько эффективно компания будет развиваться. Поэтому проектирую офис, зонирую офис. Мы обязательно должны основываться, это фундамент, на ожиданиях и пожеланиях конкретных сотрудников. При этом потребности компании и потребности сотрудника должны сочетаться. То есть, допустим, перед нами пример стола продавца, менеджера по продажам. Компании необходимо экономить место, и компании необходимо, чтобы этот менеджер был у клиентов. В то же время сотруднику необходимо рабочее место, полноценное, свое, на котором он может расположить все свои вещи. И вот для этого есть решение. Это маленькие столы, они всего метр двадцать, но при этом полностью удовлетворяют потребности менеджера по продажам и соответствуют тому времени, которое он проводит в офисе. В то же время специалисты отдела логистики, которые проводят в офисе гораздо больше времени, уже имеют длину стола метр шестьдесят. У них есть приставные тумбы, где они хранят оперативные документы для работы с клиентами. Посередине между ними есть зоны, где у нас расположены руководители. Вот яркий пример, где есть маленькие столики-брифы, и можно провести экстренное совещание, и при этом не занимая переговорную комнату. Это все и есть адаптация потребности офиса к потребностям сотрудникам. Это главный фундамент, который необходимо учесть при изонировании. При этом, когда офис становится больше, нет возможности делать индивидуальные системы хранения, индивидуальные принтеры. Офис становится более функциональным, появляются новые так называемые принт-поинты, и уже сотрудники вынуждены ходить до принтера. Эти зоны нужно учесть, чтобы они были комфортные, чтобы потоки сотрудников не пересекались. Появляются отдельные зоны хранения. К примеру, перед нами есть ниша, в которой одна большая зона хранения, и сотрудники нескольких департаментов хранят здесь свои оперативные документы, каталоги и документы, необходимые для работы. Потому что, если мы каждому сотруднику в компании 110 человек рядом поставим тумбу, то это будет нерациональное использование пространства. Мы не сможем разместить необходимое количество людей на данной площади. Поэтому необходимо и архиважно продумать такие общие общественные точки, которые также помогают бизнесу эффективно взаимодействовать с сотрудником, а сотруднику максимальной отдачей работать. Говоря о специфике зонирования, конечно, стоит отметить отдел бухгалтерии, юристов, HR, в которых очень много бумаг, им необходимо много пространства для того, чтобы с этими бумагами работать и, естественно, много пространства для того, чтобы эти бумаги хранить. Здесь мы попытались реализовать как раз ту самую модель комфортную для сотрудников и для бизнеса, чтобы у нас соблюдались и политики чистого стола, и уходя, не было доступа к конфиденциальной информации у тех же сотрудниц службы клининга. Поэтому здесь у нас меблировка в виде системы хранения, которая рассчитана под тот объем документов, с которым работают сотрудники. Ну, соответственно, здесь столы у нас стоят метр восемьдесят и еще увеличены тумбой. Итого почти два метра стола, на котором, естественно, сотрудники могут разложить всю необходимую оперативную документацию. Конечно, когда мы говорим об офисе, речь идет не только о рабочей зоне, но особое внимание стоит уделить общественным зонам, кухне. Да, это, конечно, всего лишь один час из рабочего времени, обед, но это время, в котором проводится, какие-то короткие встречи, короткие обсуждения процессов, вопросов. Нельзя не сказать о ресепшн. Это отдельная история, потому что это зона, которую каждое утро видят сотрудники, а главное, посетители и гости компании. Каждый элемент мебели данной зоны пропитан символом, символизмом. Взять, к примеру, вот эту стойку ресепшн. Корпорация Mitsubishi Electric в мире насчитывает вековую историю, и здесь через эту ресепшн отражается та стабильность и то грамотное ведение бизнеса, которое формировало развитие компании веками.